Парк Победы 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 Победы Поэтому сейчас из проекта балаклавские косы будут исключаться, и мы будем делать коллектор и все стоки собирать на один объект, на косы южные, что нам позволит, конечно, здесь уникальность балаклавы сохранить. Огромное количество таких решений нужно было принять, все они сейчас приняты, просчитаны. Экспертный совет Севастопольский одобрил эти решения. Мы обратились в правительство Российской Федерации, в региональную комиссию, там есть рабочий штаб по вопросам ЖКХ, который лично министр строительства возглавляет. Защитили там эти все основания, по которым необходимо корректировку проекта произвести. После этого получили здесь подтверждение, и сегодня на правительстве приняли решение о корректировке проекта. Теперь в контракте появится дополнительное соглашение, которое нам позволит скорректировать существующий проект, который в свое время прошел главгосэкспертизу. И приступить уже непосредственно к физике, то есть к выполнению работ. По нашим расчетам, сейчас оформление всех последних бумаг и расчетов, уже в апреле месяце можно будет стартовать поэтапно строительство, частями корректируя проект в главгосэкспертизе. Сроки при этом никто не меняет. 2023 год, как было заявлено, мы должны достроить КОС Южный, ввести их в эксплуатацию. Поэтому подрядчик, понятно, эти обязательно на себя взял и будет их выполнять. Поэтому сегодня такой был переломный момент. Поэтому такому больному, печальному объекту, история которого насчитывает более 30 лет, и уже новейший весь период истории, тоже этот проект никак не удавалось начать, удавалось, но вот закончить и продвинуться не удавалось. Мы рассчитываем, что этот год уже стройка будет идти полным ходом. Надеюсь, что этот проект мы еще не раз обсудим в эфире. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить, задавать ваши вопросы 417-505, телефон для эфира. Также можете оставлять комментарии и вопросы по трансляции в группе ВКонтакте СТВ. У нас есть уже первый звонок. Алло, добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемая Полина, уважаемый Михаил Владимирович. Меня зовут Татьяна Петровна. Я благодарю сотрудников управления административно-технического контроля Департамента городского хозяйства за работу по благоустройству территории города Севастополя. Особенно большим трудолюбием, высоким профессиональным уровнем обладает главный специалист госслужащий в РАБИ Инна Эдуардовна. В 2019 году Инной Эдуардовной было убрано 11 металлических ржавых с бытовым хламом гаражей в нашем районе, установленных незаконно. Простите. Татьяна Петровна, не волнуйтесь. Комфортная среда для проживания. Спасибо вам, Михаил Владимирович, за поддержку на прошлом эфире. ГУФСУК «Стрелецкая бухта» наводит в срочном порядке порядок на придомовых территориях района. Большое спасибо Горлову Евгению Сергеевичу за реальную помощь. Спасибо директору, управляющей компанией ГУФСУК «Стрелецкая бухта» Яну Дмитрию Александровичу за понимание и поддержку. Большое вам спасибо. Татьяна Петровна, ну как бы хотелось бы, конечно, по традиции какой-то финал, да. Нет, но я рад, что как бы люди делают свою работу хорошо, они для этого, в общем-то, и работают в этой непростой сфере, которая называется городское хозяйство. При этом понятно, что проблем более чем достаточно, мы каждый эфир их обсуждаем. Но то, что мы, я понял, Татьяна Петровна, мы, по-моему, в прошлый раз с вами как раз беседовали по поводу всех вот этих ржавых конструкций придомовых. Постепенно порядок, конечно, будем наводить. Но Инна Эдуардовна пометил себя, поблагодарю. Сегодня на заседании правительства также обсуждали, это выплаты для жителей осажденного Севастополя. Как с ними обстоят дела? С выплатами все обстоит хорошо. Хорошо, мы 9-го числа получили деньги с федерального бюджета на президентские выплаты. Вы помните историю, когда, соответственно, на форуме социальном партии «Единая Россия», наш руководитель УНФ Лариса Вадимовна Мельник обратилась к партии с тем, чтобы добавить, соответственно, чтобы закон президента был подписан в декабре, но все-таки выплаты в Великую Победу, в юбилей Великой Победы, нашими жителями осажденного Севастополя, которые в год Великой Победы получили статус ветеранов, но выплаты эти не состоялись. И было принято очень оперативно, благодаря партии это решение, благодаря работе правительства. Президент согласился с этой инициативой, был оперативно подготовлен сотрудниками указ, и сегодня мы уже получили физические деньги. Уже сегодня большинство наших севастопольцев, получивших статус ветерана, жители осажденного Севастополя должны получить эти выплаты на карточку, либо по почте, в зависимости от способа получения. Я еще раз сегодня на правительство поручил нашим службам социальным, чтобы еще раз убедились, что каждый получил эту выплату, что никаких сбоев не произошло, никаких задержек, никаких непонятных каких-то историй не возникло в процессе доведения этих денег до наших уважаемых жителей осажденного Севастополя, ветеранов Великой Отечественной войны. Ну и потом у нас был еще один нюанс на правительстве. У нас некоторые жители осажденного Севастополя имели иной статус, люботный, друженики тыла, и получили по указу президента выплату в 50 тысяч в прошлом году. Их не очень много, но такие были. А теперь, обретя новый статус, соответственно, выплата должна была быть большим. Мы сегодня приняли решение, вот у кого такая была выплата в прошлом году, доплатить до 75, то есть еще 25 тысяч дополнительно направить, чтобы все жители осажденного Севастополя эту выплату получили. Поэтому еще раз, уважаемые севастопольцы, деньги должны сегодня, ну в крайнем случае завтра, оказаться у вас на карточках, либо переданы по почте, но в зависимости, какой способ получения выплат выбрал. Если что-то, вдруг где-то какие-то сбои или задержки, вы получили удостоверение, являетесь жителем осажденного Севастополя, но в ближайшие два дня, то есть сегодня, либо завтра, не получили выплаты, обязательно, пожалуйста, обращайтесь в социальную защиту, не стесняйтесь. Будем разбираться, значит, приводить это все в порядок. Но я надеюсь, что сбоев быть не должно, потому что мы все списки многократно выверили за этот период, и должно быть все нормально. Дамечательно. 37 случаев заражения коронавирусной инфекции у нас за минувшие сутки. В этом году это самый низкий пока показатель по заболеваемости. Знаете, так и хочется плюнуть через левое плечо. Но мы понимаем, что это еще не повод расслабляться. Как вообще у нас с распространением коронавирусной инфекции? Действительно, еженедельное снижение мы фиксируем, так же, как в декабре до ноябре, декабре, январе. Пугающая статистика была, которая росла ежедневно или еженедельно. Сейчас идет обратный процесс. Снижается практически ежедневное количество заболевших, что, конечно же, не может не радовать. Конечно, мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально все-таки сделать охват и контроль за 65 плюс нашими жителями, если кто-то вдруг все-таки заболевает или имеется подозрение, чтобы имеющиеся уходочные мощности использовать. Они достаточно сейчас в хорошем резерве. И дополнительно провести обследование, чтобы не упустить ни в коем случае на ранней стадии эту болезнь. Но, тем не менее, мы видим, что действительно все снижается. При этом 37-40 случаев это все равно немало. И, к сожалению, продолжаются смертельные исходы, летальные исходы. Мы видим их тоже ежедневно. Это тоже категория групп риска 65 плюс. Поэтому еще есть над чем работать. Поэтому, хотя мы уже максимальное послабление в указе о повышенной готовности сделали, все-таки продолжаем контролировать ситуацию с масочным режимом. И все равно пока не открыты все возможности. Массовые мероприятия ограничены. Понятно, что мы сделали исключение для двух очень важных для города праздников. В марте предстоит нам седьмую годовщину русской весны отметить 18 марта. Поэтому здесь мы сделали, конечно, отступление от этих правил при обеспечении возможности масочный режим соблюдать. Те, кто не переболел или еще не привился. Поэтому здесь будем эту ситуацию контролировать. Но если тенденция будет понижающаяся и придет к сверхнизким отметкам, будем смотреть, как еще либерализовать указ. Но самое главное, что, конечно, все-таки масочный режим это собственная безопасность, которая просто как элемент гигиены современной. Более, что пандемия все равно не заканчивается. И привычная кампания идет хорошо. Сейчас у нас количество уже привитых превысило количество переболевших коронавирусом в городе. Вакцина, то есть пока не в таких объемах, как хотелось бы, но поставляется стабильно. И позволяет нам удовлетворять весь спрос на запись к врачу. На этой неделе, к сожалению, в социальных сетях было несколько случаев. Мне обращались жители, когда карточки были утеряны. При вакцинировании не могли сказать первый или второй случай. Единственное, что та вакцина, которая у нас сейчас есть, она, в принципе, и первый, и второй уколы совершенно одинаковые. То есть перепутать нельзя. Это не векторовская вакцина, где два разных компонента. Мы прививаемся той, которая одинаковая, обе прививки, и первая, и вторая. Здесь проблем нет, но все равно, конечно, там где-то есть нюансы сбоев организации. Оперативно департамент на них реагирует. Я тоже слежу за этой ситуацией, чтобы процесс вакцинирования шел максимально без сбоев. Но пока это удается. Я ежедневно доклады слушаю, сколько количества человек записавшихся через госуслуги, сколько получило первый компонент, второй компонент. Ну вот мы уже теперь перевалили количество у нас привитых. Даже уже второй формой превысило количество переболевших за весь период пандемии в Севастополе. Ну, зарегистрированных переболевших. Конечно, мы понимаем, что, скорее всего, какое-то количество людей переболело, переболело, не обращаясь в систему здравоохранения в легкой форме или бессимптомной форме. Этот коэффициент, он тоже понятен. Но, тем не менее, вот такая статистика. Поэтому потихоньку выходим из коронавирусной всей этой тяжелой затяжной ситуации. Очень важно здесь, конечно, не расслабиться и не дать свечку, да, там, не дать вспышку. Тем более, сейчас будет, надеюсь, скоро уже меняться погода. Хотя такая, как это весна или там севастопольская зима для нас в этом году очень важна. С учетом вопроса воды. И хочется, чтобы побольше у нас и осадков было, и паводок максимально задержался. Потому что это даст нам возможность больше забрать из водозабора на Бельбеке паводковых вод. Но, тем не менее, здесь вот точно не стоит расслабляться. Ну и по поводу, хотел еще сказать, тоже важный момент. На этой неделе отправлял своего зама Александра Ильича Кулагина в Изумруд, где мы организовали реабилитационную, реабилитационные койки. Получили, поступили жалобы на то, что питание не очень здорово организовано. Что там не очень здорово организовано, вот то, что называется, как бы, да, реабилитация. Ну, с точки зрения именно организации там быта, нахождения, прогулок и прочего. Он дал указание в этом навести порядок. Сейчас мы еще, через какое-то время, я думаю, вернем пансионат в систему пансионатов с продолжением возможности организации там реабилитационных койок по системе УМС. Но при этом, с другой стороны, отмечается, что там достаточно большое количество специалистов узких приезжает прямо в Изумруд, который работает в 9-й больнице, и такое делают, расширенную диспансеризацию для людей. Помогают, ну, условно говоря, еще протестировать там разные, ну, застарелые проблемы и назначить лечение. Тоже очень важно. Но с питанием и там, с другими нюансами, я думаю, что в ближайшее время разберемся. Очень хочется, чтобы люди, особенно 65+, наши переболевшие, тяжело коронавирусом, ну, получили там такую хорошую, качественную, не только медицинскую помощь, но и условия. Поэтому такое поручение дал. Я напоминаю, в прямом эфире мы работаем, принимаем ваши звонки. 417-505, телефон прямого эфира. У нас есть еще один звонок. Ло, добрый вечер, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Морозова Лариса Александровна. Здравствуйте, Лариса Александровна. Я, уважаемый Михаил Владимирович, хочу к вам по вопросу асфальтирования Дорог. Все дело в том, что я уже 60 лет живу на улице Краснодарской, и мой дом угловой. Он переходит на переулок Галины Петровой. Он между медицинским училищем и жирными домами находится. Вот мне уже 80 лет. И в течение, 80 мне уже исполняется в августе, и в течение 60 лет, сколько не было собраний у нас в медицинском училище, тогда была школа 38, а теперь медучилище Дерюгиной. И нам все время депутаты сообщали, что наш переулок на Генплане давным-давно заасфальтирован. Однако там такая канава. Если идет дождь, то камни, булыжники. Ак и летят. Все заливает, все кругом. Поэтому, ну, очень хотелось бы, чтобы привели этот порядок улицу. Тем более, что сейчас улица Галины Петровой асфальтируется. Так заодно бы этот и переулок асфальтировали бы. Я вас понял. Хорошо, Лариса Александровна. Я обязательно дам поручение посмотреть, чтобы не только на Генплане он был заасфальтирован, но и в реальной жизни. Потому что, действительно, я знаю, что у нас в этом году в плане капитальный ремонт Галины Петровой. И если есть там примыкание, тем более, вы говорите, там небольшое, попробуем как бы дополнительным контрактом тогда там работаете провести. 80 лет и 60 лет ждать, когда дорогу заасфальтируют, конечно, перебор. Посмотрим. Ну и как раз... Постараемся сделать. Асфальтирование и благоустройство. Реконструкция набережной парка Победы идет. На этой неделе вы проследили за ходом работ. Пообщались с предпринимателями, которые держат на этой территории бизнес. Все-таки, когда ждать этого проекта уже в итоговом его значении? И что будет с остальной территорией? Что мы прошлись, посмотрели, и там местами прям не очень. Ну, парком Победы надо заниматься, потому что это, действительно, такая жемчужина. В общем-то, это сердце Гагаринского района. Но и одно из любимых мест отдыха вообще горожан. Потому что большое количество людей туда просто приезжает. Даже те, кто живут не в Гагаринском районе или не около парка Победы. Ну, естественно, он привлекательный для гостей города. Понятно, что там и в той части парка, которая выполнена, есть чем позаниматься. Давно мы знаем все по поводу того, что там, к сожалению, с электричеством, которое устанавливалось. Есть вопросы. На правительстве как-то говорил, что периодически там выбивает свет. Даже не потому, что лампочки перегорают и их не меняют. Потому что просто есть нюансы с самой проводкой, где-то там напряжение перепады. И просто они перегорают. Сейчас постепенно приводим здесь все это в порядок. То, что в том числе у нас есть и претензионная работа с предыдущим подрядчиком, который мучительно заканчивал еще в 2019 году, завершал реконструкцию первого этапа. Что касается набережной, здесь тоже мы, к сожалению, первый блин был комом. По 44-му федеральному закону провели конкурс. Подрядчик, который выиграл конкурс. Тогда еще не было решения президента об определении единого поставщика решением губернатора. Поэтому тот, кто выиграл на конкурсе, не справился с этой работой. Работу выполнил только демонтажных. Там порядка 5 миллионов они были заплачены. А сам проект стоит порядка 100 миллионов полностью реконструкции. Эти деньги остались в бюджете города. Был выбран новый подрядчик, который вчера, по крайней мере, то, что я увидел, услышал и посмотрел, точно работы должен завершить. Конечно, сверхзадача сделать это все к сезону. Понятно, что к 1 июня, скорее всего, не закончим. Но в течение июня должны уже в завершающую стадию прийти. Очень важно, что дорога со стороны моря, которая сейчас постоянно в хаотичном порядке, там напаркованы машины, проезды, она отрезает набережную от самого парка, от центральной аллеи. Все это, конечно, очень некомфортно, небезопасно для детей, для гуляющих. Ну и просто в целом создает такое какое-то ощущение хаоса, дополняемое еще и достаточно хаотичной застройкой самой набережной. Всеми так называемыми там местами отдыха и продажи различного питания. Вот та часть парка, которую мы смотрели и которая есть на плане, она принадлежит городу. Удалось там убрать все там, соответственно, всякие сооружения. Осталось там три предмета общепита, три здания общепита. Причем вчера я поговорил с предпринимателями, они подготовили, уже разработали сами проект переустройства своих кафе. Они обретут там современный комфортабельный вид, который будет вписываться в архитектуру проекта. Один объект там есть, который принадлежит городу. Его будем принимать решение, может быть вообще его ликвидируем. Вот он как раз сейчас там на экране заметен. Ну, либо точно его будем тоже приводить в какое-то более приличное состояние, чтобы тоже он соответствовал архитектурному облику. Далее идет часть набережной, которая в длительной аренде была, еще в давние времена, так сказать, сдана. Где, ну, полный Шанхай. Вот вчера тоже, уже в конце нашей прогулки подъехал арендатор этого участка. Заверил, что он готов тоже в соответствии с там общим обликом предложить, как бы он хотел это все переустроить. Там есть, при этом есть люди, которые с ним в судебных отношениях. Ну, в общем, там долгая история, которую все равно надо, конечно, распутывать и приводить набережную на всем отрезке в порядок. Будем это обязательно делать. Вторая история, так как мы закрываем там проезд до машины, парковки не будет, важно организовать парковочное пространство на въезде в парк, там с левой стороны, если смотреть лицом к морю. Парковку будем там организовывать, такую большую, нормальную, чтобы можно было пешеходное, соединенную с парком. Нужно было приехать цивилизованно, поставить там автомобиль, прийти в парк, потом прогуляться по набережной, попасть вот в эту комфортную, благоустроенную зону. Ну, и потом надо, конечно, дальше будет вдоль всего побережья, там до Аквамарина, вот эту всю набережную делать в одном стиле, делать везде ее доступной, проходной, чтобы, соответственно, до уже училища нашего Черноморского, чтобы это все было, ну, как бы, соединено единой доступной зоной, где можно было бы пройти беспрепятственно, там, не поломав ноги и не наткнувшись на какой-нибудь забор. Ну, естественно, эта набережная должна соединяться с основными аллеями парка. Поэтому такие задачи вчера наметили, был вчера со мной новый наш главный архитектор, Николай Валерьевич Городюшин, ну, у него правильное видение. Понятно, что есть большой опыт реализации проектов ландшафтных и, соответственно, благоустройства общественных пространств, то, как сейчас это делается в Москве и в Санкт-Петербурге, в других крупных городах, чтобы это все было гармонично и максимально, так сказать, дружелюбно для людей, которые там будут отдыхать. Поэтому думаю, что мы здесь сделаем хороший проект, который севастопольцам понравится. Ну, и постепенно будем исправлять ошибки с озеленением и с освещением и с малыми архитектурными формами во всем парке. Кроме того, у нас же в этом году еще идет сейчас также подготовка к реализации второй очереди парка Победы. Это сравнительно небольшой, ну, как сравнительно, он небольшой в сравнении с основным парком, но все равно это почти 40 гектар территория, которая должна быть зонированной, многофункциональной, которая позволит там тоже больше организовать мест для досуга детей, спортивной активности и так далее. Что парк, кроме своей прогулочной такой зоны и центральной аллеи, которая еще и мемориальный там смысл определенный имеет с учетом того, что это парк Победы, но все-таки фланги, да, должны иметь еще и функциональное назначение, чтобы люди могли там максимально разные активности во время отдыха реализовывать для разных возрастов, для разных потребностей и так далее. Поэтому парком Победы, еще раз повторяю, будем заниматься, обязательно будем его доводить до ума по всей длине, и чтобы, соответственно, там вся среда эта выглядела максимально эстетично и была максимально удобно для людей. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, ждем ваши вопросы по телефону 417-505. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Здравствуйте, Полина. Добрый вечер. Меня зовут Владимир Михайлович. Я звоню по такому вопросу. У нас заканчивается строительство Камышевого шоссе, но еще не завершилось, но уже ощущается, как оно разгружает транспортные потоки. И те машины, тот транспорт, который идет в эту сторону, он, допустим, на улицу Фадеева, на Парковую, он переходит на Фиолентовское шоссе с выходом на пересечение Свакалюнчука. Он даже до того момента, когда Камышевое шоссе было построено, вот этот участок пересечения Камышевое шоссе, где примыкает Столетовский проспект, где улица Шевченко примыкает, он постоянно был загружен транспортом. В летний период, там, когда появляются туристы, приезжие, там пробка стоит аж от пересечения с Отрадной и до выхода на Вакалюнчука. То есть за счет того, что там сужение между Добростроем, с той стороны заправка, сервисы, на две полосы сужили транспорт, то есть проехать там очень сложно. Возможно ли как-то рассмотреть вариант транспорта, там, либо кольца, либо какого-то типа горца, чтобы все эти улицы завязать, ну, чтобы разгрузить вот этот вот узел каким-то образом? Это один вопрос. И второй. Честно говоря, вот по улицам часто езжу и очень много вижу мест, где свежий асфальт, но он уже порезан. Проложили коммуникации, качество работ при прокладке коммуникаций, ну, наверное, хромало, потому что эти места проваливаются. Да вот даже возле нашего дома, где я живу, на Шевченко, 49, проложили кабель к детскому заду, тянули к котельной. Участок над кабелем провалился, где-то у них там произошел порыв, они раскопали, бросили. Непонятно даже, кто сейчас отвечает. Либо Севавтодор, либо Горхоз. Уже месяца три это яма, эти провалы на дороге, которая шириной 7 метров, и где две легковых машины с Турдом-то проезжают. Вот как-то вот можно запретить вообще эти разрытия, заставлять их просто улицы делать проколами. По крайней мере, пользы будет, наверное, гораздо больше, хоть и дороже это. Ну, сколько деньги копят. Владимир Михайлович, я тут что-то не добавить, не убавить. Я начну с последнего вопроса, уже неоднократно обсуждали. Вы правы абсолютно. К сожалению, вот это раз головотяпство, оно присутствует. И часто, как бы так получается, что согласование на земляные работы выдают, не там службы, допустим, городские, не получив там согласования у дорожников, не посмотрев, что там сделано, уже выполнено благоустройство или ремонт. Это все вот там варварским образом вскрывается, потом не приводится в порядок в нормальном виде. Чушь говорит, что он около здания правительства третий раз брусчатку перекладывает после того, как силовой кабель поменяли в прошлом летом. Ну, потому что просто вот в нормальный вид это все не приводится. Постоянно по этим вопросам разбираюсь. Сейчас у меня вот замок, который занимается городским хозяйством, у Жигулина, главная задача синхронизировать работы всех служб. Вы правы, если сделан дорогостоящий ремонт, то, конечно, не может быть никаких разрытий, вскрытий там и попыток там, потом тяп-ляп как-то это все залатать. Как бы обычно результат потом отвратительный. Видно, хорошая сделанная дорога или благоустройство. И там, на этом месте, вот это вот какая-то рана или там шрам, который совершенно не красит и портит и функциональность, и, ну, и уж эстетический вид в том числе. Поэтому будем заниматься. К сожалению, долгое время как-то это вообще все, ну, как бы надо. Взяли, выкопали там, к сожалению, энергетики и газовики так себя вели. Блин, у нас две частные компании. Но сейчас более-менее диалог налаживается, начинают слышать службы городские, начинают более тщательно подходить к этим вопросам, потому что спрос выше за вот эти вот согласования там и так далее. Ну, нет, понятно, есть экстренные вещи, когда какая-то авария. Но когда это плановый ремонт, когда или это делается за то, чтобы заработать деньги, сделать технологическое присоединение к какому-то там дому или там индивидуальному дому, и при этом портится городское имущество вот так вот и с таким уровнем восстанавливается, конечно, это недопустимо. Здесь вот говорю еще раз, подписываюсь под каждым словом, которое вы сказали. Ну, потихоньку наведем порядок. Конечно, штрафы, санкции, вот это все максимально, максимально ответственность тех, кто ставит подпись, выдавая ордер на соответствующие земляные работы. К сожалению, такие факты еще есть. Сам их замечаю в городе. По каждому обязательно даю поручение разобраться. Что касается Камышового шоссе, да, вы правы, но это же традиционно, как только ты в каком-то месте, история для любого большого города, как только ты в каком-то месте сделаешь расширение, увеличишь полосность, то, соответственно, все примыкания становятся бутылочными горлышками, если там только идет сужение. Ну и здесь вы правы, абсолютно надо еще смотреть вот всю, так сказать, новую, так сказать, динамику, возникающую с расширением Камышового шоссе, тем более, если мы его еще и скоростным режимом увеличим после того, как уберем пешеходные переходы, сделаем мостовые переходы и уберем лежачих полицейских, так называемых. И сейчас просто, вот я уже об этом говорил, идет доработка новой транспортной схемы, которая должна в том числе и вот эту всю динамику, так называемое турбокольцо, которое показывает напряженность и самые узкие места, которые, все вот эти бутылочные горлышки. И это должно быть отражено при плане реконструкции дорог. То есть просто так бывает, ну как бы на первый взгляд кажется, что возможно надо расширить или поставить кольцо, но бывает, что такие решения приводят в итоге к более тяжелым дорожным последствиям и заторам. Здесь должно быть все очень тщательно подсчитано и сделаны вот именно расшивки в тех местах, которые равномерность движения обозначат. Вот в новой транспортной схеме, которая сейчас департамента транспорта работает с учетом планов по дорожному строительству и реконструкции дорог, расширению, вот это должно быть учтено. Я надеюсь, что мы уже в ближайшее время эту транспортную схему сможем посмотреть, утвердить и действовать уже, исходя из нее. Михаил Владимирович, на заседании президиума партии «Единая Россия» Вы дали поручение запустить в Севастополь региональный проект «Защитим память героев». Что это за проект? Да, это очень хорошая партийная инициатива. На партийцы наши, в том числе и молодежные, Крылоп, значит, это организация нашей молодой гвардии «Единая Россия» здесь подключилась. Мне кажется, это очень такой хороший, правильный партийный проект. То, чем, собственно, партия должна заниматься и помогать здесь. Это установить персональное курирование всех наших ветеранов Великой Отечественной войны. Просто вот, чтобы не возникало никаких таких ситуаций, в которые человек не знал, к кому обратиться за помощью. У нас достаточно большое количество членов партии во всех районах, районные организации есть, которые могут эту работу делать. Многие и так делают. И по сложившейся уже там практике есть те, с кем дружатся, к кому приезжают на каждый праздник, о чьих проблемах я узнаю буквально через 10 минут после того, как они возникают, потому что на партийце, по каналам мне эту информацию передают. Но хочется это сделать более системно, поэтому был такой партийный проект «Единая Россия» предложен. Просто взять и за каждым нашим ветераном, чтобы у нас был ответственный человек в партии. И мы могли при необходимости эти проблемы, вопросы решать. Чтобы не возникало таких ситуаций, которые меня, честно говоря, поразило. И там в таком нехорошем совершенно плане. Вы видели, может быть, в средствах массовой информации. Сейчас уже мы Следственный комитет подключили к этому вопросу. Попросили коллег позаниматься. Естественно, необходимую сами юридическую здесь поддержку окажем. Это вот ситуация, которая случилась с Дедковской Жанной Константиновной, жителем осажденного Севастополя, которая хотела отдать свою квартиру в длительную ренту, чтобы обеспечить уход на одинокая женщина. И так получилось, что фактически мошенническими действиями фактически лишилась собственного жилья. Вот это недопустимо. То есть если бы, условно говоря, вовремя было бы у нее понимание, что можно к кому-то обратиться, получить совет, ну, конечно же, была бы необходима юридическая помощь оказана. И, соответственно, вот такой вот ситуации, которая обязательно в любом случае решится, потому что, ну, это просто сверхмеры, и такой просто, ну, нельзя оставлять безнаказанным. Но в любом случае мы эту ситуацию разрулим, но и в правильном, она закончится с понятным правильным финалом. Но просто таких ситуаций не должно повторяться. Для этого партиица готова вот такую помощь и поддержку ветеранам оказать. Я считаю, это очень хороший, правильный проект. Кроме него, конечно, мы там еще и добавляем все, что касается памятников, все, что касается воинских захоронений, за которыми надо тоже следить, не только рассчитывая на то, что городские службы все сделают, но есть возможности, ну, как минимум, там что-то делать и своими руками, а что-то просто, а о чем-то просто сигнализировать вовремя, и так далее, и так далее. Вот поэтому мне этот проект очень понравился, я его как секретарь партийной организации поддержал. Будем его делать, и я надеюсь, он даст хорошие результаты. Еще раз подтвердит, что у нас в Севастополе ветеранов любят, о них заботятся и о них не забывают. Вот такое вот уважение поколения. У нас до лета еще два с половиной месяца, однако уже сейчас на этой неделе активно обсуждался вопрос летнего детского отдыха. Как все-таки он будет проходить у нас в Севастополе? Сколько ребятишек и где смогут отдохнуть? Ну, у нас сейчас мы готовим лагеря к сезону. У нас, к сожалению, сейчас в государственной системе только два лагеря функционируют. Это Ласпи и Горный. Причем в Ласпи, вы знаете, в прошлом году были проблемы, при том, при начале летнего сезона. И тогда я даже, помните, обращался в правительство, чтобы часть ребятишек, которые не смогли попасть в круглогодичные вот эти корпуса, отправить в Артек. В этом году раньше начали ситуацией этой заниматься. Уже почти все пожарные требования выполнены. И лагерь должен к лету полностью, как только наш Роспотребнадзор определится с параметрами летнего отдыха в этом году, допуском детей. Мы эти путевки обеспечим. То же самое сейчас мы заканчиваем еще дополнительные работы в Горном, который станет гораздо более комфортным для ребятишек. Уже произведено обустройство домиков современных. Сейчас мы хотим успеть сделать там канализацию, чтобы просто были, что называется, все удобства. Хоть и, так сказать, это лагерь на природе в красивейшем месте Севастополя. Кроме того, у нас сейчас один только аккредитованный частный лагерь «Алькадар», где мы тоже стараемся приобрести путевки за государственный счет. Есть у нас еще средства для того, чтобы купить путевки в других частных организациях Крыма прежде всего. Ну и понятно, по традиции будем стараться квоту в Артеке получить, чтобы какое-то количество ребятишек наших, желательно как можно больше, в том числе и в этот прекрасный крымский лагерь «Альтек», международный лагерь международного уровня, тоже смогли съездить и получить эти незабываемые летом впечатления, ощущения от программ, которые там реализуются, и от просто круга общения, от всего, что с этим связано. Поэтому так мы планируем минимально где-то 4800 путевок распределить, плюс еще пришкольные лагеря, которые мы смотрим сейчас. Пока анонсировано 7 школ, если не ошибаюсь, я дал поручение на правительство посмотреть еще дополнительно, в том числе задействовать наши современные школы, которые мы открыли, это и Бухта Казачья, и инженерная школа на Античном, и Экотех, которого тоже недавно ввели, он начал работать. Понятно, что там какую-то часть лета будут заняты под госэкзамены, и там центры сдачи ЕГЭ организованы, но какую-то часть лета все равно можно посмотреть, и организовать на той богатой и хорошей инфраструктуре такие пришкольные лагеря. Потому что сейчас максимально готовимся заранее, чтобы к лету никаких сюрпризов и форс-мажоров не оказалось, и мы летнюю оздоровительную кампанию смогли провести. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире 417-505, телефон эфира, также можете оставлять комментарии, вопросы здесь у нас в группе ВКонтакте. Пока здесь у нас, смотрю, активно отвечает департамент здравоохранения людям на вопросы. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, в эфире представьтесь, пожалуйста. По здравоохранению много вопросов, да, идет? Да, там по обеспечению лекарственного. Добрый вечер. Добрый вечер. По вопросу жилищного хозяйства. Меня зовут Зоя Зеводиновна. Северная сторона, дом Буряка 9, квартира 47, управляющая компания «Север». По поводу содержания жилого помещения. Тариф в прошлом году на содержание жилого дома был 17 рублей. И по моей квартире составляло 855 рублей. В этом году, с января месяца, тариф на содержание повысился до 19 рублей. И стало 950 рублей у меня с квартиры. В нашем доме уборка подъездов не производится много лет. И те годы у нас все время производили снятие, так как не выполнялась эта услуга. С моей квартиры снималось 44 рубля. В этом году снятие производят 2 рубля. И сказали, что тариф на содержание жилого помещения повысился. Повысился, но тариф на уборку подъездов снизился, получается, где-то до 4-6 копеек с квадратного метра. Как так может быть? Если тариф повысился, значит, и тариф на уборку подъездов тоже как-то должен повыситься. А он, наоборот, понизился до 2 рублей. Вот получается, с 950 рублей у меня 2 рубля только снимают за невыполненную услугу, за уборку подъездов. Так как она не производится. Зоя Зеводина, а при этом у подъезда так и не убирают, да? Нет, 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 не убирается. А вы сами в домом приняли решение исключить эту услугу, да? А мы не исключим, мы не хотим исключать эту услугу. Мы хотим, чтобы работы проводились и подъезд убирался. Тем более, сейчас с марта месяца правила уборки подъездов меняются. Что уборка подъездов должна ежедневно проводиться. И паутина там сниматься, и возле мусоросборников убираться. У нас ничего это не делается абсолютно. Я понял. Ну, нет, но вам какую-то, конечно, там ерунду управляющая компания рассказывает. Значит, соответственно, если услуга не оказывается, то, конечно, не может это быть 2 рубля, не может подняться тариф, а при этом снизится оплата за уборку подъезда. Ну, или это какие-то арифметические манипуляции в УК «Север». Обязательно дам поручение разобраться. Тем более, я надеюсь, что на следующей неделе уже новый руководитель жилищной инспекции выйдет. Потому что с прежним руководителем мы сегодня расстались. Вы знаете, очень много было к нему нареканий. И особенно вот эти последние все ситуации, связанные с проведением собраний, общедомовых собраний. Пока, конечно, голословно не буду говорить, но сам факт публичных разбирательств с людьми, которые, значит, приходят с проблемой и пытаются его не разобраться, он недопустим для государственного служащего, тем более того, кто должен следить за законностью и вот как раз за качеством работы управляющих компаний, и обеспечивать здесь максимальную защиту граждан перед управляющими компаниями. Надеюсь, новый руководитель уже будет руководствоваться именно этими принципами. Что касается УК «Север», посмотрим. Я очень рассчитываю, что вот то решение, которое было принято, и которое сейчас уже фактически на финальной стадии реализации, о передаче управляющих компаний государственных муниципалитетам, все-таки позволит сократить вот это плечо принятия решений, и глава района, у которого в подчинении управляющая компания депутаты муниципальные, которые всегда на связи с жителями, смогут здесь более активно и эффективно наводить порядок, чем когда большое количество компаний замыкается на правительство города и со всеми остальными вопросами жилищной политики. Ну вот, к сожалению, мы видели, да, и вот то, о чем вы сейчас говорите, это тоже такой же пример. Тем более, по северной стороне, вы знаете, здесь я, так сказать, прекрасно понимаю, что жители давно с этим обращались, и сейчас на публичных слушаниях подтвердили свое решение и желание все-таки северную сторону сделать отдельным муниципалитетом со своим главой, который будет как раз заниматься более плотно управляющей компанией «Север». И я думаю, что здесь эффективность управления и качество, в том числе вот в жилищно-коммунальной сфере, которая для людей очень значимая, существенно повысится. Поэтому я по вашему отдельной ситуации разберусь. Конечно, очень бы, и тем более, мне часто рассказывают, да вот люди сами не хотят, чтобы у них подъезды мыли. Я вот никогда в это не поверю, потому что, ну, как бы это уже, ну, если это может быть двухквартирный какой-то дом, где можно самостоятельно эту уборку выполнить, и там какие-то деньги сэкономить, или там четырехквартирный, но и то вряд ли, если услуга готова. Да, понятно, что есть вопросы, связанные с оплатой труда технического персонала, дворников, техничек. Очень сложно на те зарплаты, которые сейчас УК предлагают людям, чтобы найти какого-то человека, который за эту работу возьмется. Это за эту работу очень важную, но очень непростую. И здесь, конечно, тоже мастерство управляющих компаний. Начинают смотреть другие сдержки и обеспечивать как раз вот это. А это как раз качество жизни и качество работы управляющих компаний. Может, меньше тратить на какие-то другие нужды. Не буду тоже здесь говорить. Такие примеры есть сейчас с ними, всеми финансовыми этими историями разбираться. Может, где-то лишний раз там офис более скромный иметь, или там машину не покупать для руководящего, как говорится, состава. Такие тоже прецеденты были. А как раз-таки вот нанять нормальных персонал, чтобы оказывать качественно жилищную услугу. Это очень непростой процесс, он быстро не делается, но есть твердое намерение у меня, у глав районов, навести в этом порядок. Потому что это, конечно, главная сейчас боль, связанная с качеством предоставления жилищно-коммунальной услуги, за которую жилищные услуги, потому что коммунальная, это, понятно, вода, свет, газ, она более-менее стабильна. Вот жилищная услуга, от ее качества, конечно, зависит просто ощущение комфортности жизни в городе. Ну, всегда по чистым подъездам можно выявить успешную управляющую компанию. У нас есть еще один звонок. Ло, добрый вечер, вы эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Олег Витальевич. Михаил Владимирович, хотел бы задать такой вопрос по поводу мусора. Мне кажется, мусор это бич Севастополя. Уже во многих городах России делают заглубленные мусоросборники. Почему бы в Севастополе не применять такие? Мусор бы не летал, потому что есть большой Севастополь, участок. Какую технологию вы сказали? Заглубленные мусорки. Во многих городах. Вот, например, в Кремене мы жили, они и в Крыму летают. Это первый вопрос. Второй вопрос, если можно. По поводу Камышевского шоссе я хотел надземные переходы. Говорили, что будут строить, насколько я в курсе. Да. План такой есть. Вот эти все надземные переходы со ступеньками, я считаю, что это в прошлый век. Их придумали еще 100 лет назад. Вот я был в Дубае 10 лет назад. И там очень хорошие такие сделаны плавные переходы. Ну, дорожка такая вверх идет, потом на 180 градусов поворачивают и дальше идет вверх. И уже потом налево. И даже девушка с коляской, инвалид может без всякой помощи приехать. Можно было бы такие сделать. Да, я вас понял. Я, конечно же, поручил посмотреть возможность обустройства. Но я понимаю, о чем вы подумали. Что это вот такие, как это железная такая скоба, как бы куда-то там карабкаешься наверх. А если это маломобильное, или там действительно нужно какой-нибудь велосипед или коляску, то это только либо лифт оборудовать, либо еще как-то. Что делает это все равно все громоздким и дорогим в обслуживании. Конечно, мы посмотрим, какой сейчас есть передовой опыт. Не только в Дубае, слава богу, и в России это уже применяется, в городах. Но, конечно, посмотрим, как это сделать максимально эстетически красивым и максимально комфортным с точки зрения использования. Но, что касается заглубления мусорных контейнеров, мы, конечно, обсуждаем эту тему. Здесь просто вопрос в том, что придется менять всю систему, в том числе и технику, которая требуется, другие условно погрузчики. Но это все тоже решаемо. Просто, конечно, это огромные инвестиции, которые вот так вот просто с кондочка не сделаешь. Но постепенно это менять нужно. Вы правы абсолютно, что во многих местах контейнерные площадки, они а, уродуют город, б, часто таким становится чугом антисанитарии, особенно когда мусор несинхронно вывозится. Даже здесь можно наводить порядок, просто грамотно синхронизировав работу управляющих компаний и компаний, которые осуществляют перевозку, забор, очистку контейнеров. Сейчас тоже над этим работаем. Потому что, конечно, после того, как контейнеры опорожнены, должен тут же отработать дворник, и все, что вывалилось там и так далее, собрать и сложить. А лучше сразу же погрузить остатки тоже в машину, оставить контейнерную площадку в чистом виде. Ну, проблема мусора, действительно, вы правильно сказали, это бич Севастополя, и ее будем обязательно решать. Здесь очень важно, конечно же, синхронизация работы вывоза управляющих компаний, смотреть новые технологии, но и все-таки без санкций тоже здесь не обойдешься. Потому что, к сожалению, конечно, огромное количество фактов, когда вставляется контейнер под бытовой мусор, туда все, строительные отходы. Причем строительные отходы даже не с этого двора, свозят непонятно откуда, с частного сектора. Все это сваливается. Люди платят, которые живут здесь, за вывоз чего-то, условно говоря, бытового строительного мусора. Этот строительный мусор попадает на полигон, где он там не должен быть, а должен рекультивироваться отдельно. Я пока не говорю про какие-то победы или большие достижения, но я точно хочу сказать, что в правительстве мы работаем над изменением системы обращения отходов. И за контролем за этим, и за приведением это цивилизованный вид, потому что это, конечно, тоже важная часть городского хозяйства и восприятия города. А так как мы говорим про туристический потенциал, то, конечно, это тоже здесь немаловажную роль играет. Но и, опять же, очень важно, чтобы во время туристического сезона найти механизмы, чтобы, условно, севастопольцы не оплачивали мусор, который в больших количествах производят приехавшие отдохнуть люди, но которые, условно говоря, размещают в неофициальных местах размещения в большом количестве. Оплата идет по одному человеку. У нас же идет оплата с человека. И мы, соответственно, другие севастопольцы оплачивают чью-то прибыль. Ну, так, если уж сказать по-простому. Этим тоже будем заниматься, с тем, чтобы, соответственно, еще образом город получал средства на содержание в этот высокий сезон, дополнительные ресурсы, чтобы город очищать и приводить в порядок. — Михаил Владимирович, у нас есть еще два вопроса, которые хотелось бы успеть обсудить. Первый — это кадровые назначения в Севастополе. То есть у вас новые исполняющие обязанности вице-губернатора. У нас руководитель корпорации развития Севастополя назначен. У нас департамент теперь будет существовать культуры тоже с директором. Что это за люди и насколько они будут являться усилением команды губернатора? — Ну, я, в общем-то, долго, достаточно всегда и так тщательно подхожу к выбору. Конечно, всегда варианты бывают, что как бы не получается. Но, тем не менее, команда должна развиваться, состоят новые задачи. И поэтому, конечно, важнейшая задача — это генпланы, все, что связано с архитектурным обликом, с сохранением памятников. Вот Николай Валерьевич Гордюшин большой опыт имеет, уже неоднократно об этом говорил. Очень такая, мне кажется, такая очень хорошая находка, можно сказать. Точно в команде моей есть ему чем заняться. И это большой блок вопросов, которыми надо заниматься именно профессионально, очень тщательно. Вопросы архитектурного совета и градостроительного совета, и планирования, и правильного развития градостроительных норм, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и прежде всего, и даже заканчивая элементарными вопросами визуальной части облика центральных улиц, там, наших всех рекламных конструкций, то есть все-таки, чтобы, ну, вот этот вот хаос постепенно превращался в эстетически приемлемый, функциональный облик, который, честно говоря, будет дополнительно и тем, кто это пытается сделать, на самом деле будет давать дополнительную экономику, просто это сложно осознать изначально. То есть, когда вот, ну и просто будет по-другому совершенно показывать, ну, то есть, всего стопа, просто, чтет совершенно другой облик города. Максимально центральную часть, конечно, надо избавить от этого всего, разно, так сказать, цвете, все это сделать более монохромным, более эстетичным и так далее. Поэтому здесь огромное количество вопросов, которыми нужно заниматься. Уверен, что Николай Ильич с этим справится. Ну и, конечно, вопрос генплана, потому что без него мы не можем многие вещи сделать, не можем решить много вопросов застарелых, как бы исторически накопившихся, связанных там с тем, где вот давно, так сказать, уже сформировались кварталы, которые мы не можем узаконить ИЖС на сельхозземлях. И здесь надо посмотреть, но перед тем, как эти движения делать, понятно, понимать, как это все будет развиваться и обеспечиваться социальной инфраструктурой. Мы не можем, вот звонок был в прошлый раз по Теруару Севастополь. Понятно, что мы не можем без генплана категорию земли поменять, потому что это можно, может делать только такой документ, как генплан. Никаким решением это сделать невозможно. Это сдерживает развитие, вот, соответственно, проекта Теруар Севастополь, который очень потенциален и нужен для бюджета города. Много других ограничений. И вот сейчас активно стоит задача с этим вопросом разобраться и принять решение уже надо, если какую-то часть. Значит, мы будем оперативно модернизировать. Но генплан надо будет принимать, нужно будет его еще раз предъявлять горожанам. В том виде, в котором он сейчас есть, он, конечно, как бы общественное обсуждение прошел, но понятно, что прошло время, изменилась ситуация. Мы уже приняли в рамках ППТ ряд решений, которые пересмотрели те позиции, которые были заложены ранее по городостроительному анализу. Поэтому сейчас мы будем его активно актуализировать, обсуждать и обязательно принимать. Но что касается департамента культуры, все-таки в Севастополе очень много учреждений, очень много прекрасных артистов, очень много талантливых людей. И здесь, конечно, максимально хочется потенциал сферы культуры задействовать для развития города. Вот Ирина Васильевна есть такой опыт, она достаточно долго занималась, в том числе и во время олимпийских подготовки и проведения олимпийских игр в Сочи, когда работала в мэрии Сочи этими вопросами. Организация того, чтобы культура была не только в учреждениях, но максимально участвовала в жизни города, максимально раскрывала его потенциал. И это и дополнительное признание для наших артистов, это и дополнительные возможности позиционирования и реализации самого культурного потенциала города и создания более открытого, более гостеприимного имиджа. И чтобы у нас не из электронных динамиков, там музыка орала ночью на Приморском бульваре, непонятного, так сказать, контекста, все-таки мы стремились к более эстетическим формам, тем более у нас есть кому, так сказать, делать образ и облик города. Ну, что касается корпорации развития Севастополя, это тоже очень важная структура в будущем, мы говорим постоянно о том, что нам надо увеличивать доходы бюджета, я об этом говорю. Нужны собственные доходы, для этого нужны инвестиционные проекты, для того, чтобы люди вкладывали деньги в Севастополь. И есть распространенное такое мнение, что в Крым, Севастополь там санкции, и деньги не идут. Большое количество людей с инвестиционными предложениями, которые хотят вложить деньги. Только вопрос, во что и как отструктурирован проект, как он вписан, какая у него прибыль, как он состыкуется с экономикой города. Какие доходы мы получим в бюджет города. Вот корпорация развития – это инструмент, который должен готовить инвестиционные площадки, инвестиционные предложения, согласовывать их. Когда инвестор приходит, условно говоря, есть человек, у которого есть деньги, он готов их вложить. Мы должны ему предложить сферы инвестиций, где уже не надо будет бегать с согласованиями, по многим инстанциям, упрашивать всех, ну дайте я все-таки вложу что-нибудь, как часто бывает. Мы должны подготовить готовый проект. Скажем, вот здесь мы предлагаем реализовать такой-то проект, допустим, предприятие какое-то, либо даем это под производственную площадку, либо там, ну понятно, что мы не говорим о каких-то больших серьезных производствах, потому что это малый и средний бизнес, либо сфера услуг. Ну, это вот тот же самый бесхоз, который в большом количестве есть. То есть вот это все должно быть оформлено, устранены все там земельные вопросы, должно быть четкое понимание, есть ли там присоединение к сетям, либо нету этих присоединений, что нужно, сколько это стоит, когда по планам развития здесь будет свет, газ там и прочее, прочее. Инвестор должен обладать максимально открытой информацией, чтобы принять решение об инвестициях. Как только мы перейдем к такому цивилизованному формату предложения инвестиционных площадок, в экономику города, я уверен, придут дополнительные средства. Это и наши севастопольские предприниматели, имеющие накопившие серьезные капиталы, которые не могут диверсифицировать экономику, выложить. Я думаю, в том числе и большой интерес потихоньку просыпается и Крым, и к Севастополю со стороны предпринимателей из других городов нашей страны. И последний вопрос. У нас, правда, уже эфирное время закончилось. Коллеги, извините, я не могу этот вопрос не задать. У нас впереди большой праздник, день воссоединения Крыма с Россией. Что мы планируем на этот праздник? Ну, позвольте, я пока... Конечно, у нас будет концерт большой на площади Нахимова. Позвольте пока тех, кто выступит перед севастопольцами, маленько поддержать в тайне. Но это будет обязательно достойный очень концерт, который, я уверен, будет достоин Севастополя, достоин праздника, даты, смысла этой даты возвращения в Россию. Я уверен, что мы это, как обычно, в едином порыве на площади Нахимова встретим этот день. И, ну, кроме того, большое количество мероприятий разных готовится еще в этот день. Ну, и одно из таких мероприятий тоже очень важных и значимых. Мы будем высаживать сад памяти, который будет посвящен Сиде Семеновичу Лановому, который ушел из жизни, к сожалению. Большой друг Севастополя приезжал, любил Севастополь. В прошлом году как раз он эту акцию начинал как сад памяти Победы. Сам лично принимал участие, высаживал деревья в Севастополе. Мы хотим несколько десятков деревьев миндаляв в его честь высадить. Сейчас вот подбираем место. Скорее всего, это будет Парк Победы. Ну, а сама акция будет в нескольких местах происходить. Ну, и посмотрим. Программа будет обязательно опубликована. Я думаю, что это мы в районах обязательно сделаем. Те, кто не доберется до площади Нахимова. Поэтому я думаю, что мы не ударим в грязь лицом. И Севастополь встретит 18 марта, день воссоединения с Россией. Достойно. Спасибо вам большое за этот час, что провели с нами. Уважаемые зрители, за ваши звонки, комментарии, вопросы. Михаил Дюш, спасибо вам. Спасибо, Полина. Уважаемые севастопольцы, хороших выходных. Севастопольцы, хороших выходных.